алё добрый день иван иванович здравствуйте найти вы на вопрос еще не ответили но я еще спрошу как у вас с кадрами в районе а вы представьте пожалуйста ольга викторовна ольга виктор на какую организацию какую деревню принадлеженская района представляете но сейчас минске же минск да с кадрами как и везде по отдельным профессиям и дефицит и по отдельным есть избыток в сельском хозяйстве немножко вот из минска вы бы рекомендовали вот в район переехать куда можно пойти на работу вы знаете из минска это желание человека где ему жить и работать а если человек захочет приехать мы работу подыщем жкх сельское хозяйство а где зарплаты выше в жкх или в сельском хозяйстве а ну где-то на уровне у меня в районе зарплата по всем организациям плюс-минус там 100 рублей практически одинаковые так неважно студентам куда идти учиться все равно будет одинаковая зарплата потом не ну почему студенты же сами выбирают себе профессию поступают в вузы даже если родителям подсказывают ну так же надо где-то нарабатывать ну да надо но просто интересно что ну знаете сельское хозяйство жкх ну разные же и образование разные и работа разная зарплата что-то одинаковая вот интересно ну как умный вопрос ответить образованию бюджет платит там сильно не разгонишься а сельское хозяйство зарабатывает уровень производства высокий зарплата выше уровень производства пониже зарплата пониже а вот скажите а по поводу бюджетные да в бюджете может быть одинаковые зарплаты а что насчет а чего очень даже многие люди тоже устают от города и нравится на озеро на рыбалку может и так но я вот деревне раньше жила и мне вот нравится и знаете я хотел спросить по поводу частного бизнеса вот у вас там есть ниши еще что можно открыть может салон красоты или такси есть у вас уже в районе любое направление мы готовы принимать всех желающих абсолютно любой заправлять торговля вот предпринимательство сельское хозяйство что хотите завод любой можете поставить а вот в районе есть какая-нибудь необходимость но вот в каком-то направлении может что-то не закрыто какое-то направление чтобы сделать удобно как вам сказать вот сегодня да в принципе для народа всего хватает у меня витязь под боком если чего-то не хватает волиозно витязь ездят но вот например сегодня коммунарка зашли в район строит фабрику создают рабочие места там зарплата будет повысить перспективно а вот вас комиссия работает и способствует занятости людей а скажите как в эту комиссию люди попадают знаете уже второй человек мне сегодня задает этот вопрос комиссия создается курирующий заместитель плюс все соответствуют службы которые которые ну скажем так знают знают немножко сферы производства и правоохранители и скажем так идеологи которые с народом пообщаться надо и знают производстве на предприятия на которых есть вакансии так далее ну комиссия на сборная по всем направлениям сборная она меняется это на постоянные не у нас постоянного ничего нет люди меняются комиссии меняют а вы отслеживаете вот эффективность работы этой комиссии помогает она чем-то она способствует сегодня трудоустройству народа вот даже где-то может быть административным ресурсом а это как ну как сегодня есть свободные рабочие места проводятся скажем так ярмарки этих вакансий народу предлагается кто-то хочет кто-то не хочет наниматель может где-то всем может брать ну так настоятельно рекомендуем взять человека проработать посмотрим на него проработать и не проработать если хотите вот на общие темы на эти вольные пообщаться я просто вот рекомендую записаться на прием 2-4 среда каждого месяца вот провожу прием и будем целый день в шаттаново ясно а вы вот это для того чтобы жители района смогли дозвониться и решить какую-то насущную проблему но насущную проблему это вы про проблему жкх например или что я про то что сегодня пасха надо где-то дороги поправить надо где-то кладбище чистить у кого-то забор завалился а если завалился забор то вы как помогаете ставите забор но если это личный забор то человек ставит за свой счет если это на балансе жкх вот или сельсовета или еще кого-то ну конечно там организовываем ставим все ясно значит паски готовите скажите а вы вот смотрели это почему да это хорошо а вот в нс вы тоже смотрели по телевизору я даже там участвовал а вы даже участвовали ясно а а я вот видел фотографии что все смотрели на работе прямо это оплачивается время людям или нет это вы как александр григорьевич меня уже провоцировать пытаетесь давайте смысле а вас александр григорьевич провоцировал козел который фамилия его звони с вашего телефона а чего это провокация не просто интересно что это вольные темы вот всю страну остановили чтобы смотрели телевизор да все производства остановили чтобы все смотрели телевизор мне интересно это по бухгалтерии как учитывается глупости вы говорите почему где что остановилась назовите факт ну так но на всех районках напечатали как все смотрят заседание записывайтесь на прием на вольные темы с вами поговорим и вам понравилось на собрании как вы считаете ждет успех конечно только успех на сколько лет уже председатель вы почитаете в интернете два года два года только до что лучше стали жить все жители лиознинского района позавайте два года это людям оценивать они сами выскажут если в этом будет необходимость правда где у нас площадка есть где можно высказать вот доволен ты работой на площадке на какой площадке ну вот вы мне же звоните на прямую линию но так вы называете это отвлеченными темами одну так а как узнать вот довольны люди вашей работой или нет не занимайте эфир по пустякам почему ай то есть вы свою работу называете пустяками да то есть я вас спрашиваю довольны ли люди вы говорите это пустяки ольга векторовна до свидания вот так векторовна до свидания вот так 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 вот так